Русская православная церковь Матери Божией наиболее почитается и насчитывается свыше 400 чудотворных икон Богородицы. Так уж сложилось, что та икона, которая была со временем обретена в Казани, она называется Казанской иконой. Некоторые иконы были написаны при жизни Богородицы апостолом Лукой в Иерусалиме и по промыслу Божию впоследствии оказались на русской земле. И какая-то икона осталась в Смоленске, ее стали называть Смоленская Дегитрия, какая-то попала в Тихвин, но нужно понимать, что икон Матери Божией много, но сама Богородица была одна единственная. И мы с вами, молясь перед тем или иным образом Богородицы, будь то Казанская, Смоленская, Тихвинская, Владимирская икона Божией Матери, мы молимся Богородицы, потому что икона – это только священное изображение. И в старые времена иконы назывались богословия в красках. Когда до революции было много необразованных людей, не все могли читать и писать, не все заканчивали дворянские школы, были и безграмотные люди, такое нельзя отрицать. И вот, допустим, безграмотный крестьянин, приходя в Храм Божий, смотря на священный сюжет, изображенный на фресках, на иконах, на стенах храма, он через эти изображения изучал Священное Писание. Поэтому иконографию называли богословие в красках. Когда мы с вами молимся на икону, то мы молимся не доске, а тому, кто на ней изображен. И первое священное изображение появилось в Ветхом Завете, когда Господь Бог дал указание через пророка Моисея изготовить первую церковь – скинию. И стены приносной скинии по указанию Бога были вышиты золотыми нитками изображением святых ангелов, херувимов. А на крышке ковчега Завета также вылиты из золота были два золотых херувима, то есть два ангельских чина. И вот это были первые священные изображения, которые встречаются в Ветхозаветной Церкви, а потом они перешли и в Новозаветную Церковь. Взовет вопрос, можно ли молиться без икон? Конечно, можно. Но ведь человек так устроен, что легче молиться тогда, когда ты видишь тот лик, то изображение, того или иного святого угодника Божия, к которому ты обращаешься. И вот в традициях нашей Церкви, наши стены храмов и дома верующих людей украшать иконами. И, наверное, нет такого дома верующего человека, где бы не было хотя бы маленькой иконы Богородицы, потому что Матерь Божья считается усердной заступницей всего христианского рода. Мы ее почитаем как свою родную Матерь, потому что когда-то при кресте, на котором был распят наш Спаситель, мы были усыновлены Богородицей, когда Христос, вися на кресте и страдая от нестерпимых болей, чувствуя приближение своей телесной кончины, сказал Иоанну, своему любимому ученику, «Все мать твоя», а обращаясь к Матери Божией, сказал «Все сын твой». То есть Спаситель наш, Господь Иисус Христос, вися на кресте, как бы вручил на попечение своему любимому ученику Иоанну Богослову свою предчистую Матерь. А Матерь Божья как бы усыновила Иоанна Богослова. И таким образом мы тоже вправе считать себя чадами Пресвятой Богородицы, потому что, почитая ее Божественного Сына, мы почитаем ее ту, которая дала плоть Божественному Сыну, ту, которая явилась тем Бога, избранным сосудом, через который невместимый Бог пришел на эту землю. Это тайна за теми печатями, как невместимый Бог мог вместиться во чрево Девы Марии. Мы это понять умом логически просто не можем, но ведь для Бога нет ничего невозможного. И вот невместимый Бог вместился в утробу Богородицы, Пресвятой Девы Марии, и Дева Мария дала плоть Божественному Сыну, Сын Божий стал во всем похожим на нас, кроме греха. Поэтому воплотившегося Иисуса Христа, Сына Божия, мы еще и называем и Сыном Человеческим. По Духу Он был Бог, рожденный от Бога Отца, прежде творения мира, а по плоти Он был человек, рожденный от Дева Марии. И вот мы, почитая Матери Божию, как тот Бога, избранный сосуд, через который Сын Божий воплотился в человеческое естество и обожил человеческую природу. Через это обожение мы с вами также являемся наследником жизни вечной. Ибо Христос пришел на эту землю для того, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. И без Богородицы это было бы просто невозможно. Поэтому мы и почитаем усердно икону Матери Божией, как свою Матушку. Мы называем ее Ласково, Матушка Богородица, Царица Небесная, Пресвятая Дева Мария. И таким образом мы отдаем ей уважение, потому что через нее Сын Божий пришел на эту землю ради нашего с вами спасения. А икон Матери Божией действительно великое множество. Но нужно понимать, что как бы икона ни называлась, Матерь Божия одна. Если нет у тебя под рукой, допустим, иконы «Неупиваемая чаша», то в исцелении однедуга пьянства и наркомании можно молиться и перед Казанской икорой, и перед Владимирской, и перед Тихвинской, потому что Матерь Божия одна, она обязательно услышит все наши скорби, все наши печали, потому что она сама когда-то испытывала печаль и скорбь, стоя при кресте своего Сына, в виде его страдания, в виде его крестную смерть. Поэтому мы питаем глубокую надежду, что предстательством Царицы Небесной, и Пресвятой Богородицы Господь и нас помилует, потому что мы с вами знаем, что первое чудо, которое Христос совершил на этой земле, было на брачном пиру в Кане Галилейской, когда в разгар брачного пира закончилось вино, и по просьбе своей матери Христос сотворил чудо, притворив воду в прекрасное вино. Так что Архитриклин, по-нашему Тамада, распорядитель брачного пира, был немало удивлен, откуда в доме бедного жениха такое дорогостоящее вино. И из этого мы делаем вывод, что Христос, будучи и Сыном Божиим, и одновременно Сыном Человеческим, почитает Свою Матерь. А ведь Закон Божественный научит что? Почитает Своих родителей. Одна из заповедей Божьих так голосит, «Почитай Отца и Мать Свою». И за это Господь Тебе обещает долголетие на земле. И вот Сын Божий сам же и исполнил эту божественную заповедь почитания родителей. Он слышит голос Матери Божией, внемляет ее просьбам, исполняет их по ее настоятельному прошению, потому что Сын почитает Свою Мать, Сын Божий почитает Матери Божью. Вот так и мы с вами обращаемся к Матери Божией в надежде, что Матерь Божия умолит своего Божественного Сына и о нас грешных, и нам поможет в наших нужных, болезнях, печалях и скорбях, лишь бы наши молитвы к Богородице были искренние, от души, от сердца. И вот такая сердечная молитва, искренняя молитва, исполнена любви и упования на милосердие Божие, на милосердие Царицы Небесные обязательно даст свои обильные плоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова